Координационный совет оппозиции, созданный год назад, с моей точки зрения, так и не начинал, в общем-то, работать. Можно сказать, что он умер, не родившись. По крайней мере, для левой части протестного движения никакого КСО в реале не существовало. Но вот Левый фронт, который я имею честь представлять, когда обсуждал этот вопрос год назад, мы решили не участвовать как организации в этих выборах. То есть мы сказали, что мы не будем препятствовать нашим членам и нашим сторонникам, которые захотят принять участие в этом голосовании по разным причинам. И таким образом от нас в Координационный совет попал Сергей Удальцов и попал Леня Развожаев, вот наиболее такие знаковые фигуры. Но волею судеб ни тому, ни другому, в общем-то, так и не довелось поучаствовать в его работе, потому что один под домашним арестом, другой под реальным арестом. Можно сказать, что представителей левых нет в Координационном совете. Олег Шейн вышел из него сам добровольно, Илья Пономарев отказался от выборов. Мне настойчиво предлагали в этих выборах участвовать. Я просто сказала, что я не вижу смысла, потому что ни сама процедура так называемых выборов, ни содержательный смысл самого Координационного совета мне, в общем-то, непонятно. То есть для меня это чисто личный пиар-проект одного из деятелей оппозиции. Я думаю, что все понимают, о таком идет речь. Сама процедура, она очень недемократичная, потому что технологии электронного голосования у нас еще не отработаны. Мы прекрасненько знаем, как на эти выборы можно повлиять. В принципе, кто выборы организует, тот и следит за их проведением, тот и считает голоса, и в пользу этих людей будут любые выборы. Мы знаем, что на выборах так называемой КСО очень много попало случайных людей, в частности, из так называемой группы МММ. Это чисто троллинговая группа, которая была создана для того, чтобы девальвировать смысл этих самых выборов. В то же время был гораздо более удачный проект у оппозиции. В 2008 году это называлось Народная Ассамблея. Несколько сотен представителей были избраны туда, тоже по куриям, от левых, от либералов, от националистов, от лимоновцев. И это был гораздо более репрезентативный орган с гораздо более прозрачными и понятными правилами выборов туда. Народная Ассамблея просуществовала достаточно недолго, но представляла собой достаточно адекватную площадку для обсуждения. В отличие от КСО, мы знаем, что за год Координационный Совет так и не приступил к решению ни одного политического вопроса. Год был потрачен на процедурные вопросы, на обсуждение регламента и так далее. Единственный плюс от этого КСО, который можно отметить, это помощь финансовая, юридическая, адвокатам, которые защищали ребят, проходящих по болотному делу и некоторых других политзаключенных. Это, безусловно, благое дело, за это КСО надо сказать спасибо. Но заниматься такого рода фандрайзингом и юридическими консультациями можно прекрасно и вне рамок КСО. Поэтому мы во втором раунде выборов принимать участие не будем. И я думаю, что второй опыт окажется не более успешным, чем первый. Я думаю, что стоит просто сделать выводы о том, что вот эта форма себя исчерпала, не проявила себя должным образом, и поискать какие-то новые формы.